Умбрид поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Интрига года. Выиграет ли Хэппи Бучияя? Бучияя Как думаешь, шансы у Сока? Слушайте, я в Соке сомневался и зря, потому что игры с тем же самым Лином он очень хорошо контролит, он понимает вообще игру и понятно, что Тиаш опытнее, Тиаш титулованнее Тиаш играет в конце концов на родной земле Друзья, никакого офенса, если там опять кто-нибудь выскажет, типа, о, Майкер смеется над английским Ну, во-первых, нам это переводить для начала. Во-вторых, от трансляции хочется получать как можно больше эмоций. Посмеяться можно. Над Китаем с каким-английским можно посмеяться. Они сами смеются над своим английским Вот Поэтому лесом Спасибо Поехали Тиаш против Сока Бо-3 Хом на хум Скучно, говорит Кейк Слушай, ну Это может быть очень агрессивная игра Особенно на Эхо Айлс Посмотрим Вообще Это Кажется, первый Блин, чуть ли не Мирор на турнире вообще Но Андейды еще точно не встречались На турнире Эльфийского Мирора тоже не было Несмотря на то, что там 6 человек Не, был, был, был Эльфийский Мирор Мирор ОСи, по крайней мере, играл Но это можно не считать Орковского тоже Мирора Вроде не было Да, это чуть Это, наверное, второй, третий Мирор, в принципе За весь турнир Несмотря на то, что Уже прошло огромное количество Матчей Огромное прям количество Матчей Больше полутора десятков прошло А, кэш-фокус еще, точно Кэш-фокус И Лолиэт Хантер И ОСи Короче, это четвертый Мирор Да, четвертый Мирор Архмак, на архмак Футмен на футмен Разведка встретилась Там обменялись ударами Разбежались Да, напомнили про кэш-фокусы Жалко Так, ну, маршрут криппинга Очень разный То есть сок у нас берет Просто зеленую точку И бежит харасить Так а в чем смысл? Побыстрее, побыстрее апгрейд Сообщают комментаторы Но здесь, во-первых Будет лучший артефакт Аура будет Ну, рабочие биты еще Это, конечно, минус Как он пробегает В общем, мимо зеленых нейтралов Троллем Вот таким вот образом Пробежал И все, две трети хп Как Два когтя Плюс 12 И вот уже Кольцо регенерации хп Не кажется таким классным Так, разведка хорошая Тяж, харасит Неплохо Заставляет ополченцев поднимать Браться за оружие Но есть прист С полным С полным запасом маны Сок никогда на турнирах Не проигрывал Альянс Но можно это говорить В том числе и О количестве турниров На которых он встречал Ну, или Количество матчей Сколько их там интересно было Всего Покупает Берсерка Хорошо, магическая вышка А, тут экспант что ли? Не-не-не Тут скорее всего просто Слушайте Да не-не-не Он не эксп Нет, он эксп Собирается делать Реально Тяж ставит экспант Я думаю, он так сильно Остался позади По лесу Из-за Из-за того, что Крепил лагерь наемников Интересное место для Блэксмуса Почему? Почему-то здесь Да, это проблема с лесом Колоссальная Вообще расклад крайне странный Сейчас встреча более-менее стандартная Пошли терпеть сразу присты У Тяша третий уровень Это, конечно, очень хорошо Но самая большая проблема Тяша Это в лесе То есть он настолько позади Сейчас будет по По теку Там Наверное, на три четверти уже Готов апгрейд на Т2 Ну, какое-то время Можно будет жить на лагере наемников Конечно же Желательно при этом Не отдавать Вот так вот Врагу Троллей Агрессивный какой-нибудь Ну, панды Тинкер Нага Рейнджерка Это тоже Агрессивный вариант На самом деле Да нет, почему Можно Мурлоков забрать Четырех под боком И на экспант пойти Да Да, даже не собирает Даже не собирает Но это такой Странный ход Короче У Сока У Сока Рифлы Рейнджерка И Ну, он делает ставку На На один пуш Ну, ладно Не на один пуш Там еще Кастер будет Выходить Там Окошко довольно Такое хорошее У него По времени Куда Ну, что Нет Уху Альтабнулся Опс Я уже думал Варкрафт вылетел Какие элементарные биты Минус футмен Минус прист Еще один Нет, тяж Получает четвертый уровень Это очень плохо Хотя у него Заканчиваются футы Надо бы еще Вторую магическую вышку Заказать на экспанде Да, да, да Кажется, он Даже уже и делает ее То есть Рейнджерку Видишь Сразу магическую вышку Надо ставить Потому что Мясо Вызванное Будет всегда Добил Или не добил Нет, не добил Там Архмаг почти Третий левел У Сока Тоже неплохо Да Не добивайте Аж Третий уровень Скелеты отступают Да, вторая вышка Судя по всему Тоже будет Здесь и магическая Довольно все битая Но размен был На самом деле В пользу Сока То есть Вспоминая С каким уровнем Заходили герои То есть Рейнджерка была нулевая Архмаг был Приблизительно Половину третий Надо брать свиток С утра Сразу свиток Да ладно Не будем Вот сейчас бы Ну хотя Рифлан и так Потерял бы Потерял и футмены И рифла Закупают Вы видите троллей Постоянно В лагере наемников Короче Тиаш Вообще Простая задача Просто отбить Эксп И кажется Ему это удается То есть Раз сражение Происходит Уже не на Экспанде Тиаш Уже значит Что-то не так С пушем Рифлы терпят Кастеров не хватает Неплохо Футменов Тем не менее Подрезает Ой Выходит Огр Маулер Новый тролль Берсерк Красиво Кажись Отбивается Лимит Сопоставим У Альянса Больше всего Возможности В такой ситуации Вернуться в игру Путем постановки Экспанды Ну потому что Быстрее всего Ставится Ты можешь Эти ресурсы Потратить Сейчас Чтобы просто Просто выровнять А использовать Хотя что делать С рейнджеркой Блин Это такой Атавизм Который Не Она полезна В определенных ситуациях Естественно Универсальность Своей Может вытащить Второе сало В конце концов Особенно если Игра затянется До Т3 Но если Выбирать Например Спросить Кого-то Предпочел бы Третьего МК На данный Ну Вместо Третьей рейнджерки Да Контрэкспанд Идет Короче понял Сок Что Не продавят Еще одно сражение Но здесь Вроде как У Сока Даже больше Да Только там Слоу А где От кого Слоу-то прилетел Где големчик Он развалился Видимо Я не увидел Минус 2 приста Просто на ровном месте Что Там Там был голем Умер големчик Ну а больше Нет Кого Слоу То есть Слоу кастует У нас только архмак На лагере наемников Но это Очень далеко Да Был голем Был голем Тяж уже почти Пятого уровня Да Сок Не продавит Да Экспанд был разведан Еще И это достаточно Очевидный Такой ход И Скорее всего Просто Тяж Пятый уровень Получит на экспанде Попутно отменив его Нет Рабочие Просто сами его сдали Не стали рисковать Своей жизнью Здесь Гвардовская Кстати вышка Ну и идет Т2 Маутен Кинг Вторым героем Все у Тяжа нормально Сок бегает от Мурлоков Каким-то Непонятно Непонятно Как так произошло Так Говорят что Надо было Что-то придумывать Чтобы Тяжа выиграть Ох Маутен Кинг выходит Здесь можно попробовать Рифла подрезать Например Вот этого справа Он в рейнджерку Откидывает молоток А там Продолжаются проблемы На мейне Вот в чем Вот в чем дело Телепортируется Даже сюда сок Пятый левел Архмаг Даже не хочет То есть можно Разменять ТП на ТП Хотя еще попутно Подрезает рифла Одного Еще минус райфл Скорее всего будет Даже без молотка Там был сайленс Но он даже не стал бы Кидать молоток Этот Может минус рейнджерку Сделаем сейчас Очень хороший фокус Да это минус рейнджерка Точно Да Без шансов Без шансов 57 Экспанд Против 38 Ничего МК просто из алтаря Вышел уже второй уровень Минус прист Минус райфл Один Передал ТП После этого можно ливать Просто Уверенные 1-0 Уверенные Сок Не из тех Кто ливает Видимо в такой ситуации Да А с чего вы решили Что Архмак умрет После этого Ну с чего Там В принципе Сверху Можно было уйти Можно было конечно Рабочим Как-то заблочить Но он пришел сверху И ушел бы сверху Молотков там нет Слоу нет Какая к черту разница Нагнетают опять В комментаторы То есть речь о том Что Да Телепорт передал МК Если бы МК умер Бла-бла-бла Не важно Не важно Минус брейкер Это тоже мелочи жизни Проверяет сейчас экспанд Харасит экспанд Вот это удар Кстати Нам не показывают Но это удар А что У Архмага Телепорта нет Окружательно Да ГГ А потому что Там еще рабочих Убивают на экспанде Да Уверен Тяж конечно Играет Уверен Понравился Solid execution И вроде логично Агрессивно Знал что экспанд Перекупил мерков Взял хорошего героя Под пуш В общем Мудракова взял Очень странно Да нет Не странно Скелеты Половину армии Составляли Ну ты приходишь На экспо Тебя там Пионы вражеские И с футменов Скелеты тоже Хорошо появляются Мудракова Ты согласен, что турнир покажет фактически топ-4 игроков мира? Ну, на данный момент, естественно, потому что, собственно, отборочно в разных регионах и инвайты, насколько я понимаю, были, сама система проведения с большим количеством матчей довольно точно определяет сильнейшего Да, вполне, вполне Все, кто разбирается по игре с соком, кто лучше отыграл Хэппич или Тяж? Я не разбираюсь, во-первых Во-вторых По игре с соком Мэчапы разные Так сложно сравнивать В каком году пофиксили тему, что полченца только от мэйна работает? В начале ТФТ Если мне память не изменяет, где-то, типа, в течение года после выхода ТФТ То есть это была одна из... Там вообще много претензий было к Альянсу Что там еще было хорошего Ну, закриппинг больше давали еще У Архмагаура было круче Элементалии тоже пару раз фиксили Крайне мере, они плотнее были точно А-а-а, что-то еще, что-то еще Ну, кастеры-то позже, но кастеры тоже хорошие были А так да, так ты прибегаешь на эксп, там ополченцы берутся, берут за оружие Берутся за оружие и вперед Видел предматчевый ролик Сока и ТАЖ? К сожалению, нет, мы переводили интервью Увы Как инфи проиграл, он же монстр Инфи, инфи, инфи О, очевидно, он проиграл 120-му Ла Лайтум Ла Лайтум Но я уже не помню конкретно, какие были игры Пропиллер, привет! Да, было больше хп, меньше урона Элементалии Да, это совсем недавно Исправляли, меняли точнее Я не знаю, это исправление Его, наверное, неправильно так называть, потому что Исправляют тогда, когда что-то работает неправильно А тут это не очевидно вообще Просто они несколько другие Инфи хотел в одну базу катнуть у Дерифламе? Да, это опасно Это опасно Это очень опасно Ты хорошо помнишь игры, которые для навигатора комментируют? У меня особенность какая? Ну, это не у меня особенность В принципе, наверное, человеческая память работает По принципу связи, не знаю, причинно-следственные это или еще какие-то связи То есть и методики запоминания строятся многие на ассоциациях и на взаимосвязях Если, например, мне показать начало какой-то игры Да, или напомнить какой-то момент Который ее точно из памяти вытащит, идентифицирует То потом вся игра выстраивается по памяти довольно точно То есть, ну, это стандартная вещь для, я думаю, для любого игрока То есть, главное вспомнить, что это была за раса, за картой, какой там был Ну, например, старт И все, и дальше сценарий игры До подробностей иногда раскрывается Что падало, что... Кто куда ходил Поэтому Поэтому главную игру вспомнить Конкретную карту Да, это давно было старой Ну, у тебя никнейм такой Привет из Черногории Чилю на пляже и смотрю Варкрафт Сказка Чатику тоже привет Кутурос Или Кутерос Привет Загорай На самом деле На отдыхе По себе знаю Тупо делать нечего Ну, если это отдых вот такой вот Пляжный То есть Купаешься, загораешь, ешь Купаешься, загораешь, ешь Куда-то выезжаешь, что-то смотришь Вот, но Стримчики на пляже — это нормально Единственный минус — экран должен быть хороший Чтобы контрастность Потому что солнце палит Нужно накрывать его чем-то На солнце еще перегреваться может Но я понимаю тебя прекрасно Перекур спрашивает В какой год я попал, почем сейчас баксы? Мне просто в память врезалась карта Когда Тиаш был еще новичком Ты комментировал игру против Форка Сильно удивляюсь связке МК Бладмейдж Связка хорошая, очень опасная, да Пупсик, привет Пупсик Точно мужик бородатый Итак, давайте к игре Тут особо нечего пока рассказывать Потому что опять два футмена побежали Два архмага Тиаш главный щегол Нет, щегол Щегол у нас пока только 120 Дерзкий, молодой На императора что-то там А Тиаш это Это серьезный Разный опять криппинг Смотрите, Тиаш сразу ставит Идет ставить экспант А Сок выбивает артефакты Из желтой точки Жесткие крипы Бладласт и Этот тускар еще Я не знаю, почему он подставляет их Да То есть вызываешь элементальный, но не танкуешь им Ах, Сок недоконтраливает Получается второй уровень Нам инвентарь только сейчас показывает Это инвул Ну и стивай говорит Привет из Янао, челюсть с комарами Плюс 8 лет Класс А, и не ставит экспант Фуд проверяет Видит, что экспанда нет Да Может быть Обоюдная разведка Видите, что и у того, и у другого Есть футмен Рядышком Да ладно Это фейковый эксп Сам делает Вот любопытно, как Тиаш сейчас отыграет Ситуация обратная То есть Тиаш делает Грейт И штух А, это тоже фейк Да какой, какой экспант У нее 30 леса Что ты несешь Медальку взял Нет, это Очевидно, это не экспант От Сока Минус 1 ополченец Артефакт еще хорошего Архмага Посмотрите Серклеткой Еще регенчик у него есть Как раз под Харас Так Футмена потеряет, правда Давит Авторитетом Тейч У него пораньше получается Апгрейд У него Архмаг чуть похуже в плане экспант Почему не добивает футмена, е-мое Добил сок своего Получил третий уровень Потому что убил Я не знаю, кого Вроде футмена сверху не убил Может это был не его фут Короче, минус 2 футмена И сейчас в пользу сока Игра Поворачивается От контроля Здесь он значительно лучше Разбежались пехотинцы Очень битые Пытаются урывками тяж получить второй уровень Здесь сапоги Продал он, кажется, на скип плюс 3 И пошла персоналочка Опа, все-таки будет третий уровень Видите, догоняет, убивает футмена одного Но он сейчас сок немножечко подрастерялся Хотя футмены здоровые Но он своим Архмагом время терял МК-МК Кажется, Тиаш чуть позднее Да, МК заказал Несмотря на то, что Грейт у него доделался раньше За каждого футмена воюет Смотрите Прям стараются Прям стараются Да, лимиты сопоставимы Герои понятны Стратегии тоже Элементария жалко отдавать, конечно же, но вот такого Такие сманы еще на одного элема Серьезно? Магазин? Да, видимо, Гнола с ядом в первую очередь убивает Ииии, Крипджек Пурдж от Гнола МК бежит один, МК бежит второй Очень битый у сок АМ Ну что, может быть инву? Попытка окружить четырьмя окружает Красиво Не-не, минус телепорт Красивое окружение Да, красивое окружение от сока Огрызается Эмпиризм Непонятно для кого Очень быстро Хором Истин достраивает второй Тяж возвращался, да, чтобы там Хоть как-то помешать Удается ему подрезать одного фута Это мелочь Уже не столь критично Тоже подрезается один фут О, и Тяж идет ставить экспо Хотя, казалось бы Блин, ничего такого необычного Нет, у него просто футмены рядышком вообще были Он дважды доводил этих футов С первого не получилось сразу окружить Я не понимаю, вот Тяж делает экспанд Ох, но зато он выбивает камень маны Казалось бы, его только что окружили И лишили телепорта Он делает экспанд Но он чувствует, что у него типа преимущества есть Сейчас-то точно есть Из-за камня Но до этого особо не было То есть он и по экспе проигрывал Элемент был такой же Престомышкой заказал Да Пора, пора создавать тему Отбиваешься на том, что у тебя престы быстрее доходят Скорее всего Ну, Тагуаев разбирается Без иронии, чего я Архмаг вообще пустой Все артефакты были переданы на имке Ну, это логично Он танкует, ему и кольцо нужно Перчатки, ну, хрен с ними Серклетка тоже нужнее ему Ботинки, безусловно Так, сам проверяет экспанд Наконец-то Сок видит эксп Он видит, что он позади уже по экспанду Зачем бегать за этим архмагом? Да Лучше закрепить, например, до третьего Маутен Кинга и Двигаться на вражеский эксп Он гораздо более уязвим просто То есть он будет строиться какое-то еще время Ты понимаешь, что у тебя уже ресурс инком побольше Вот и... Я думал, ослышалось, но они Говорили про то, что у Сока третела его ломка И это самое большое преимущество его на данный момент в игре Да он только-только начал строить Ну чего вы начинаете? Но все равно тяж не должен отсюда уходить То есть у него реально сейчас преимущество Легкое по лимиту с одной стороны, но... Артефакты лучше Да ладно, врывается в престов Хороший диспел, четвертый архмаг Вторая аура соответственно Но... Тяж отступает Хотя не должен вроде как По логике Хитон дранит Теряет престов Может МКУ просто прострелить? Да, он очень нагло выходил Прямо в брекерах во всех Постоять под фокусом Лишить маны и все Должен давить Ну 56 лимит на 48 Сейчас ресурсы только-только начали добываться на экспанде Минус прест Ой, какой битый архмаг Пустой абсолютно И без маны Это похоже 2-0 У него еще камень маны Запас, понимаете? Это пропиваешь Кстати, надо пропивать уже Ну то есть Нельзя отпускать Пока есть Пока есть О, пошли ополченцы Ой, вот пропил Окружил Маутен Кинга Фокус Там понятно Может быть инвул Но самое главное, что он лишился половины хп И еще ману выжгли в него Разворачиваемся и снова пушим Отходить здесь смысла вообще никакого нет Вообще это минус Минус либо МК, либо М Можно спокойно угрожать уже герою Разводить на инвул О, хороший инвул Да Но это планово все Там еще 2-3 молотка И как отсюда уйти Телепорт конечно есть Но можно просто потерять Например А, пытается Архмага В ответку Да, да, да Это чуть ли не единственная возможность Убить в ответ Да, и он окружает Минус Архмаг Но здесь минус Да ладно Нет А почему Да какие бутсы Он не должен был оттуда уходить Ну молоток В МК В МК молоток Мана не было видимо уже Надо выкупать героя в таверне Естественно Ё-моё За единственную возможность Сок зацепился Реально Вот Просто фокуснуть АМ Правда Все равно рабочий дохлый Лимита больше Да конечно, да Там только леса не хватит ему Чтобы выкупить таверну Там же Четвертый Архмаг Дело не в золоте Дело в том, что там 240 стоит Где-то мак Как-то он его купил Я не знаю, как он его купил Может что-то отменил В заказе Может у него было 130 леса всего лишь Продолжается сражение Блин, а сколько стоит? 210 или 240 леса? Кажется там 140 И на старте И за каждый уровень по 30 Или 110 начинается Блин, вот не помню Ну опять сражение МК на МК Выжигают друг у дружки ману Выжигают друг у дружки ману Высоко есть бутылек маны один Ну здесь плюс 10 лимита Возможно что-то на подкрепе идет Да он не для этого Подрезает по крайней мере одного брейкера Прикрывает свой экспант Выиграл время немножко сок Это может подрешать На самом деле не стоит соку списывать Особенно после вот этой потери героя Да, Тиаш пытается сделать Ну делает выводы Он покупает инвул, свиток, телепорт Так просто сейчас архмага уже не штрафанешь Но Хороший молоток Неплохой фокус от брейкеров Что по грейдам, кстати Я не обратил внимания 0-0 у сока 1-0 Да, у Тиаши Молоток фокус Пошла вот эта вот война Пацифистская Брейкеры присты Брейкеры присты Блин, там Маутен Кинг немножко окружен Есть бутылек маны Это ж опасно, нет? Инул передал Да, но там после выпивания маны Сразу урон входит хороший от брейкеров Сапоги спасает Светка больше нет У Тиаша 62-71 Тиаша по-прежнему больше Но присты очень быстро умирают Ой, элементаль там Накидывает Маутен Кингу, бедолаги Но он живой Все еще живой Да, там рабочих еще подрезали 595-140 стоит Воскрешение четвертого уровня Спасибо большое, типичный синевик Молоток в приста Очень битый МК у Сока У него еще все красные, блин Не успел отрегениться 1-0 for Sok 1-0 for Sok все-таки? Серьезно? Ладно Опять стенка на стенку сражается Почему-то все зеленое У Тиаша Подходят новые присты 1-0 У Сока Причем сделалось Элементально отлично И рабочий выходит без формы Ой-ой-ой, без оружия, без всего Да, кажется, все-таки это 2-0 Не хочет выходить, видимо, из лимита В 80 Денег слишком много у Тиаша Это может помочь, конечно, Соку отбиться Так Он очень давно этот свиток заюзал Хороший пятый архмак А он будет ману учить, да, видимо, для пристов, для эмки Молоток Ну, меняются периодически Так-то сражение, как вы видите, идет Довольно Довольно однообразно Битый брейкер отходит назад под пристов Присты некоторые вырываются почему-то вперед Вот опять молоточек хороший Нет-нет, да падает иногда Минус МК Да, похоже Сок пишет, ГГ выходит Тяж 2-0 Вот так Ладно, мы пережили эту зеркалочку Следующий матч, который мы с вами посмотрим Это будет 120 Ой, нет, какой 120 Да, 120 Против Тяжа, скорее всего, да Мы же финал виннеров сначала будем смотреть Так, давайте досмотрим интервью с Теичем Я не хотел бы еще пропустить Так, это не Тяж Какой-то неправильный Тяж Блин, я закрыл Скиньте, пожалуйста, ссылку, если не сложно на интервью с Тяжем Сейчас будет пауза В любом случае там 10-12 минут, как обычно Для тех, кто не...